Рамха, бог-отец-содержитель вселенной, он излучает жизненный свет и инглию от которой пробуждается все сущее, это свет радости бытия, РМХ это непознанная сущность божественной животворящей энергии, Рамха, со слоговой образной системы русского языка переводится как раз солнце, Н твердый знак, мир, Х энергия радости, получается что Рамха это солнечная миросозидающая энергия счастья, вот так вот нельзя скрыть от истины предков суть божественную славянского видизма, в книге света Харатья первая сказано, некогда, вернее тогда, когда еще не было времен, не было миров и реальностей, нами людьми воспринимаемых, был, не воплощаясь, один только великий Раем Харатья. Ха, он проявился в новую действительность и от восприятия новой бескрайней бесконечности озарился великим светом радости, и тогда появилась бесконечная новая вечность в новой действительности родившаяся, и бесконечное число ее проявлений проявилось. 1. Вернитесь к своим корням, и вы откроите врата в божественный мир. 2. Не входите в другие миры со своими законами, а соблюдайте законы мира того. 3. Соблюдайте законы Рамхи Великого, будьте мудрыми и совершенными. 4. Звездочка основной закон Рамхи Великого гласит, каждое живущее существо должно духовно-душевно развиваться, становиться Созидателем и оставлять после себя потомственный круг, то есть продолжать свой род. 4. Не идите за тьмой, а идите за светом, ибо идущие за тьмой сгинут безвременно. 5. Не внимайте тем, кто призывает к кривде, а внимайте тем, кто призывает к правде. 6. Не внимайте тем, кто глаголит, что жизнь конечна, ибо они сами не ведают, о чем возвещают. 7. Не внимайте тем, кто глаголит, что ближний ваш, ворог ваш, а внимайте тем, кто глаголит, что ближний ваш, дружа ваш. 8. Идите через миры многие, познавая их и совершенствуя дух свой. 9. Звездочка миры, это вселенная, сейчас мы находимся во вселенной в четвертых мерном пространстве, следующим будет мир и пространство 16-мерное, затем 256 измерений и так далее. 9. Познавайте мудрость Бога Единого и обрящите свет Божий на пути своем. 10. Не давайте веды тем, кто во зло превращает их да на погибель всего живого. 11. Не создавайте заповеди и законов ложных, что идут сопротив законов и заповедей Божиих, ибо себя погубите и потомков с пути совратите. 12. Не стремитесь к другим мирам, дабы захватить их, ибо кто сия в помыслах имеет, свой мир потерять может. 13. Не думайте, что многие земли безжизненные, на них жизнь вами невидимая, вашими чувствами неощущаемая. 14. Не используйте Вайтманы и Вайтмары во зло, дабы захватить другие миры, а используйте их для добра и познания миров, и тогда дружбу жителей тех миров обрящите. 15. Не проявляйте агрессивность против тех, кто прибывает к вам из других миров, ибо как вы будете вести себя, так подумают они о всех жителях мира вашего. 16. Не разрушайте мир ваш и природу его, ибо себя погубите и свой мир потеряете. 17. Да не отвергнет жена первого мужа своего, ибо отвернется род небесный от нее. 18. Дочь рожденная во священное лето, да сочетается союзом семейным с мужем своим только во священное лето. 19. Да не коснется перст отца другой жены, когда жена его носит чадо его под сердцем своим. 20. Да не возымеете других жен, кроме своей, да в любое время, кроме лихой годины, когда род мужской гибнет во защиту дома своего, во защиту земли своей и веры своей. 21. Не применяйте фаш-разрушитель против мира своего, ибо мир свой живой погубите и потомков рода своего лишитесь. 22. Звездочка фаш, это пучковое термоядерное оружие, которое может погубить планету. 22. Сохраняйте память о всех предках рода своего, и обрящите вы благосклонность богов и предков ваших. 23. Уважайте странников, посланцев Бога Единого, внимайте слову их и мудрости их. 24. Не живите по законам, что создали люди, дабы лишить вас свободы, а живите по законам Бога Единого. 25. Не произносите имени Бога Единого всуя, а глагольте его только в великие праздники. 26. Почитайте богов небесных, отца и матерь свою, ибо они жизнь вам дали, а отец и матерь дали дух и тело вам, а боги, душу и совесть. 27. Не ругайте тех, кто покинул мир ваш, ибо об ушедших глаголят только хорошее. 28. Не судите тех, кто сбился с пути света, а направьте их вновь на путь праведный, ибо за деяния свои они ответят перед совестью и родом. 29. Да не устыдитесь вы того, что дано вам природой вашей и родом единым, а стыдитесь незнания и невежества. 30. Воздавайте уважение богам вашему и Творцу Единому, и обрящите мир и покой в жизни вашей, и да будут открыты врата между мирья для вас. 31. Стройте храмы, да во всех мирах, познавайте вы мудрость Божию, ибо кто мудрость Божию не познает, тот себя потеряет. 32. Чтите свято все праздники, что оставили вам предки ваши, украшайте жизнь свою радостью и деяниями благими, да во славу богов и предков ваших. 33. Соблюдайте заповеди мои, что дал вам, и обрящите помощь мою да во все времена.